Глава 36. А теперь, дорогой мой читатель, вернемся на лесосеку, где Саша и предавался своим размышлениям. Теперь он заслышал, как аккурат за свороткой на их делянку, тяжело вздохнув, остановился КамАЗ. Вздохнул так, словно высвободил легкие от долго тяготившего их груза. Раз, другой хлопнули дверцы, послышался говор споривших о чем-то людей, и вот они уже показались из-за деревьев, идя от вывозки к вагончику не по дороге, а напрямки, через кустарник. Будто не в первый раз ходили здесь. Их было трое. По виду явно геологи, небритые, в штормовках с башлыками, в брезентовых штанах и тяжелых ботинках. У самого молодого на плече болтался карабин. Саша превстал им навстречу. Бог в помощь приветствовал его младший из прибывших, в котором мой читатель сразу узнал бы Юрия Мабутина, главаря, заседавший в ресторане гостиницы «Братск Тройки». Среди своих он был больше известен как Мабутову. Но это уже он получил за свой цыганский загар и по созвучию своей фамилии с фамилией небезызвестного африканца. «Зови, дед, начальника партии. Мы за вагончиком, за оборудованием, за всяким там шурум-бурумом приехали. Привет, мужики. Приземляйтесь. Только партии тут никакой нет. Ну как нет? Ты чё, дед, темнишь? Да так и нет. Вам надо было раньше сворачивать. Да приземляйтесь, приземляйтесь вы. Успейте ещё обернуться. А я давно вас жду. «Это как это ты нас ждёшь?» — искренне удивился гость. «Да я вас ещё от речки заслышал. Тут же всё как поднесено слышно. А как на ключи и не свернули, то я и понял, что к нам, пожалуйте. Другой-то дороги нет. Мы что, ключи уже проскочили?» — всполошились они все разом. «Давно?» — пожал плечами Саша. «Ну, километра за два до последнего подъёма. Вы что, указатель не видели?» Мужики в недоумении уставились друг на друга. «Куда ж ты, Миша, глазел?» — упрекнул Юрий Коренастого, почти квадратного мужика, скопной тёмных курчавых волос и вытянутым лицом, заросшим до самых глаз густой растительностью. «Эх ты, водила! Я никакого указателя не видел!» — обиделся шофёр, мотая головой. «Может, его сбил кто?» — «Да и я не видел!» — поддержал его третий, самый крупный мужик. «А-а-а!» — махнул рукой молодой. «Видели, не видели, какая теперь разница!» — «Главное, своротку проворонили!» «Ну что ж, давайте передохнём тут, додвинем назад, раз уж так вышло!» — здраво рассудил он. «Деляна-то чья будет, дед?» «Гоги-бригада!» — улыбнулся Саша. Парень был лишь чуть моложе его, но он не обижался, что тот так его называл. Выглядел он действительно на все семьдесят. «Да ты что!» — чуть ли не подпрыгнул гость. «Назара! Вот те раз! А ну, зови его сюда, зови! Или, как вы, в рельс бьёте?» «Давай, давай, дед! Вызывай мой к отцу, моего генацвали!» «Скажи, Вита с борода здесь собственной персоной!» «Это ж надо!» — повернулся он к своим мужикам. «Своего давнего кореша встретить в такой глуши!» «Кому, скажи, не поверит!» «Ну, что ты медлишь, дед? Звони! Звони в колокола за приятную весть! Премию от Гоги отхватишь!» «Я не медлю!» «Нет его сейчас здесь!» «А кто есть кто? Гвария, Костя Мулат, Витька Цыган!» «Ну, зови, кто есть! Зови!» — Саша облегченно вздохнул. Все названные мужики были самыми давними членами бригады Гоги. Закравшееся было подозрение, улетучилось. «Свои люди! Свои! Таежники!» «Да нет никого!» — развел он руками. «Один я тут!» «А куда же не подевались?» — удивился борода. «И когда будут?» «Ну, может, дня через три вернутся, а то и позже. Вот уж пару дней будет, как вы Лимск на свадьбу укатили. «Узнаю Гогу, гулять так гулять!» «Это у него не отнимешь, его принцип!» «А жених-то не он, случайно?» «Да ну!» «Его в такое мероприятие на Аркании не затащишь!» «Это точно!» «Ну, а ты что, отстал?» «Или стар для гулянок, а, дед?» «Да не дед я тебе!» «А кто?» «Добрый молодец!» — Юрий по-свойски подмигнул Саше. «Был, был добрый. Теперь ж не совсем. Искорежил меня немного в аварии, так что на ремонте я. Ну, а поскольку запчастей для меня еще не придумали, жду, когда свои собственные нарастут. Думаю, мы с тобой почти что ровесники!» Саша протянул руку. «Александр!» «Вон оно как!» Понимающе кивнул Юрий. «Ну, тогда извиняй, брат. Неловко вышло. А это Анатолий Глыбин или просто Глыба? Это Михаил. Ну, и я, Витас. Хочешь, бородой называй. Ну, извиняй, брат, извиняй. Извинением тут не обойдешься, пробосил Анатолий. «Давай-ка за знакомство вздрогнем, да подрумянимся. Миш, тащи энзе. А сейчас я махом с готовностью крутнулся низенький и споро побежал к машине. Ну, это что же, всего-то, чем Гога располагает?» «Не густо, не густо», — ввел рукой поляну Юрий, имея в виду сломанную технику на стане. «Только газончик вон вижу из новья. Так на старье да потопном и перебиваетесь, а? Ты Левочнику вчера сто лет был, однако. По-моему, я еще на нем работал. А, Саш? Что-то не вижу, чтобы развернулся Гога. Да нет, конечно, это же на приколе. Вот запчасти подвезут, подшаманим, ну и в работу», — откликнулся Саша, немного задетый и заживой таким пренебрежительным выводом. «А новье, новье вон там, у ручья. КамАЗ и Т-170 со всеми причиндалами. Оба с иголочки, только-только пригнали. Трактор таки не работал еще». «Иди ты! Вот это уже похоже на Гогу». «Можно взглянуть?» Борода виновата улыбнулся. «Что поделаешь? Техника моя слабость. Чего ж нельзя? Взгляни, взгляни. Только смотри, Витас, тут у нас гостья повадилось. Росомаха. Дама, не сказать, чтобы очень доброжелательная. Да ерунда, пусть испробует судьбу, — отмахнулся тот и поправил карабин. Я тебе ее шкуру тогда подарю. Ну вот вы тут подрумяньтесь пока без меня, но и мне не забудьте оставить. У-у-у, тушенка расплылся в улыбке, возвратившись с двумя бутылками водки Миша. Ну, блин, прям царский закусон. На Сашу вид бутылок произвел магическое действие. В раз забылось все, в чем признавался себе, каялся. Он был как витязь на распутье, слово, которое он только что давал Богу и самому себе, противилось и напоминало ему о последствиях, кои могут произойти в его неокрепшем организме. Не прикасайся к спиртному жгло слово и вызывало к его совести. А он изо всех сил пытался загнать эту совесть в дальний угол, вполне, как ему казалось, убедительными доводами. Я же только чуть-чуть, чуть-чуть за уважение. Люди-то издалека, неудобно, даже неприлично отказаться в такой ситуации. Это же будет обидно для них. Ну, выпьем и разойдемся, а уж тогда никогда больше, уж тогда никогда. Он ловко открыл пару банок тушенки, нарезал хлеб, выставил кружки, весело балагудя с гостями. Его настроение передалось и им. Они переглянулись, как бы говоря, все нормально, обойдемся без таблеток, мужик, законченный алкаш. Михаил разлил бутылку на четыре кружки, огляделся и сказал нетерпеливо. Витаса что-то нет. Ну, семеро одного не ждут. Подняли. Ну, хозяин. Оба гостя крякнули и выпили, занюхивая рукавом. Да вот же, вот же, закусывайте, закусывайте, заторопился Саша. Желая угодить гостям, он подвинул тушенку к ним поближе и локтем нечаянно опрокинул свою кружку. Саша огорченно вскинул глаза, и... Они открылись. Коренастый злобно оскалился. И он узнал в нем того крысятника с Красноярского вокзала. Если его побрить... Да нет, и без того портрет был на все сто. Он даже услышал тот скрипучий голос. Шарик круглый. Свидимся еще. Вот и свиделись. Без сомнения, это угонщики. Тралл прихватили. Значит, хотят угнать и трактор. Тот молодой, что Витасом назвался, пошел на разведку. Саша застыл в оцепенении. В какой уже раз Господь предостерегает его от опрометчивого шага, а он просто силком сует свою голову в петлю. Как же он так быстро забыл свою молитву к Богу? Что же я наделал? Вслух прошептал он горестно. — Ничего, ничего, парень, быват! — успокоил его глыба, приняв слова сокрушения насчет разлитой водки. — Сейчас мы те восстановим! Но Саша не реагировал. Чуть покачиваясь, он продолжал смотреть в одну точку. — Ты чего, парень? Привидение увидел. — Еле сдерживаясь, процедил Миша. — Чего с тобой? — Нет, нет. — Ничего, ничего. Опомнился, наконец, Саша и сел. — Водку жалко. — Так, говорю ж тебе, восстановим! Попытался придать голосу дружеские нотки Анатолий. — Подай-ка бутылку, Миша. — Надо зачем-нибудь пойти в вагончик и взять ружье, пока не вернулся молодой. Но пойти так, чтобы они не заподозрили. — О, Господи! Помоги мне, Господи! Саша не мог унять дрожь в руках, и это не ускользнуло от их внимания. — Да не переживай ты так-то! — снизошел до улыбки Миша. — Не оставим тебя без причастия. Если надо, найдем еще. Бог велит пополам делить. — Ты веришь в Бога? — оживился Саша. — А у меня есть Библия. — Хочешь покажу? — Кто? — Кто у тебя есть? — прещуился глыба. — Библия. А шо оно таке? — Ни разу не бачил. — Ну, принеси, принеси. Саша будто того и ждал, и слишком поспешно рванулся из-за столика к вагончику. Эта поспешность насторожила их, и последовавший за ним Михаил уже у дверей придержал его за локоть. Но в объемном куске зеркала, прикрепленного к простенку вагончика у дверей, Саша успел увидеть, как тот второй бросил в его кружку таблетку. Ну, вот. Все встало на свои места. И Саша почувствовал вдруг, что волнение покинуло его. — Да ладно тебе с Библией, Саша, — жестко сказал Миша. — О Боге надо на трезвую голову говорить, а не за столом с выпивкой. — Саша высвободил локоть. — Ты прав, Щучундра, — согласился он. — За столом не место. — Откуда ты меня знаешь? — Просверлил тот его глазами, сильно стеснул локоть и повел к столику. — Да Витаж же тебя так называл. — Да ж так. — сощурил Михаил и без того узкие глаза и поднес кружку к его лицу. — Пей. — Это я за тобой ухаживаю, чтобы ты второй раз не пролил. — Понял? — Не, Миша, не. Не буду я пить. — Это почему же? — Не пойму тебя. То переживал до смерти, что пролил, боялся, что больше не подадут, а теперь дают не берешь. — Случилось чё? — Случилось. Богу я зарок давал, что не буду пить. Да забыл и чуть было не нарушил тот зарок. Спасибо ты о нем напомнил. — Ты чёть темнишь? Чёть темнишь? Когда это я тебе напоминал? — Постой, Миха, — остановил его Толик. — Поставь кружку, я с ним поговорю. — Чёть ты заортачился, друг Саша? Мы к тебе всей душой, а ты — нехорошо, нехорошо это. Против Бога пойти, и того хуже будет. Я всю жизнь против ходил, больше не хочу. — Да ты его где видел-то, Бога-то? Что ж он, если он, если он есть, тебя так разукрасил в такие-то годы, а? Ты хоть посмотри, что он с тобой сделал, а то Бог, Бог! Это я сам с собой всё сделал, мужики. А Бог меня всю жизнь от этого отваживал и на этот раз вытащил с того света, потому что Бог есть любовь. Любит он всех людей, понимаете? — Да нужен ты ему, как телеги, пятое колесо! — встрял Михаил, всё внимательнее приглядываясь к Александру. — Ну, был бы ты какой-нибудь молельник в пустыне или поп, толконный лоб, тогда другое дело. А то такой же, как и я, и вдруг бы он тебя зауважил, а? Меня, значит, нет-то ли на нет, а тебя зауважил? Ты смотри, какой кэндибоббер нашёлся! Христос всех любит, в том числе и вас обоих. Он за нас умер. — Вот тут-то я тебя и ущучил, — усмехнулся Глыба. — Вишь ты, какой хитрый мудрый! То у тебя Бог всех любит, теперь Христос! Что ж ты нам кружева плечёшь, дорогой друг? Врал бы уж одно что-то, или тот, или другой. Я люблю про Бога слушать, но тут ты маху дал. Давай-ка лучше подрумянимся, да споём, отчего деньги не ведутся. А потом и о Боге нам расскажешь с удовольствием, послушаем. А, Саш, правда? Давай, а? Христос и есть Сын Божий. То есть Саша смешался, объяснить доходчиво не получалось, и он почувствовал это. Он помнил, как хорошо объяснял ему это Савельич, потом тётя Маша, но мысли путались и не выстраивались в логическую цепочку. В общем, Христос и есть Бог, понимаешь? — М-м-м, теперь ты меня совсем запарил. Без пол-литры не разберёшься. Толик взялся за кружку. Давай, Сашок, приголубь, потом договорим, потом я тебя сколько хочешь слушать буду, а то нерамно-ка у нас выходит. Мы подрумянились, а ты тверёзой... — Вы уж извините, правда, не могу я, не могу петь сами. — Э-э-э, у нас так не принято. — Не можешь, научим, не хочешь, заставим, — осклабился Михаил. И, уловив движение Александра к столу, встал на пути и схватил его за грудки. — Не-э-э, не выйдет. — Что, гнида? — Красноярск, вспомнил. — По роже вижу, что вспомнил. — Ты, тварь, думал, не встрянемся более? — А вот и встрелись. — Я тогда предупредил тебя. Ты думал, что если бородой оброс, так я тебя в бороде не узнаю. Припомнил я тебя. Припомнил. — Ну что, выпьешь сам, голуба? Или как? — Мы ведь и в глотку залить можем. И кивнул растерявшемуся глыбе. — Сильно навредил. — Сидел он мне однажды, Толя. — Сильно. — Кончай с ним. И чуть подтолкнул к нему Александра. Саша, отступив назад, ответить не успел. Как не успел и увернуться от удара. Он ждал его от Толика, а получил от Михаила. Удар страшной силы. И отлетел ровно настолько, чтобы удариться спиной и затылком о березу. И мешком сполз на прелую листву. — Ты чё, Миха? — Толик побелел от испуга. — Мужик и так наладан дышит. Говорил же Юрка. — Не трогать. Теперь базар поднимет. — А ты не говори, зачем ему знать, — огрызнулся Чучундра. — Этот падла меня ментам чуть не сдал однажды. Понял? Думаешь, отчего он пить отказался? Потому что признал меня и струсил. Чёрт-то с два бы он выпил. Он приподнял Саше голову и тут же брезгливо отдёрнул руку. — Готов. Череп треснул. Констатировал он, вытирая кровь об Сашину рубаху. — Ну, ладно. Без ножичка обожлись. Полегше надо было. Снова пожалел глыба. Пусть бы пожил. — Слушай, Миха, мне даже худо стало. Не надо было так-то. Да брось ты! В самый раз. Вон сколько времени отнял пустозвон. — Давай вон туда его в кусты отнесем. Он подсунул руки под плечи Александра. — Торта его за ноги. Толя, ну-ну. Да хорош рассусоливать. Эка невидаль. Одним живым бомжом меньше в тайге будет. Зато трупом больше. Закон сохранения природы. Понял? С противоположной стороны поляны из-за трелевочника показался Юрий. По его довольному виду можно было догадаться, что разведка прошла успешно. А когда он увидел, что мужики поволокли бомжа в лес, вообще расплылся в улыбке, глотнул мужичок огненной водички. И все по плану. Он подошел к столу, взял рукой тушенки и, крякнув, осушил положенную ему кружку. — Ну, черлы, все в ажуре? — крикнул он подельникам. — Вашарьте в карманах, нет ли там ключа. Да и вообще, зачем вы его туда потащили? Лежал бы здесь и лежал, пока не очухается. Давайте сюда. — Идем, идем, — откликнулся Чучундра. — Ключ есть, только он от газона. Надо бы еще в вагончике пошарить. — А у тебя, Юрок, все путем? — И даже лучше, — весело рассмеялся Юрий. — Давайте, мужики, быстро разворачивайте трал и пусть там стоит. — Задом сюда за час не заедешь, а я трактор пока заведу. Там все чики-чики. Да и с КамАЗом вроде хлопот не будет. Разберемся. Ну, действуйте. Юра поправил карабин на плече и ходка, чуть ли не в припрыжку, пошел к ручью. — Толя! — окликнул напарника Чучундра, поочередно заглянув во все кружки. — Толя! Ты не выливал ту водяру? — Нет. Сразу дошло до того. А ты? — Слушай, неужели Юрка шарахнул и дернулся, чтобы позвать Юрия? — Тихо! — прошипел Михаил. — Зачем лишний понт? — Ничего ему не сделается. — Отключиться. Без него управимся. Да Улькана-то еще десять раз очухаться успеет. — Ну, пошли. Стралом че попробуем сделать. Тут замучишься крутиться с ним. Бутылку-то початую. Прихвати. Крутиться и правда пришлось немало, но все же вырулил Чучундра в обратном направлении и весь взмокший и злой вылез из кабины. — Ух, чтоб ты пропал! — ругнулся он. Больше часа вертелся, как вошь на гребешке. — Все равно ты молодец, Миха. Похвалил его Глыба, тоже набегавшийся по ориентирам. Я уж думал, ничего не выйдет. Ну, давай теперь тот пузырек, да вспрыснем это дело. В бардачке он, в бардачке. Михаил достал бутылку, и они тут же, не отходя от машины, глотнули прямо из горлышка. — Не идет из головы у меня этот парень. Вздохнул Толик и потер грудь рукой. Сердце не на месте. — Чьфу ты напасть! — презрительно сплюнул Чучундра. — Ну и слабак же ты, паря. Даром, что большой. Тебе бы и не машины угонять, а раздавать милую стню. Толик не обратил внимания на насмешку. — А может, он еще живой? — А, Миха. — Пойдем посмотрим, что ли? — Ша! — хвастливо оскалился Чучундра. — Я бью два раза. Первый раз в рыло, второй — по крышке гроба. И сбоев не бывает. — Ну, тогда че, к Юрке пойдем? — Что-то трактора я его не слышу. Вроде схватывал пару раз. Схватывал, схватывал, подтвердил и Михаил. — Сейчас поглядим, че у него там. Он посмотрел на небо. — Успеть бы до темна. — Успеем теперь. — Ты в вагончике ключ от КамАЗа пошарь, а я к нему. Чучундра полез в вагончик, а Толик направился в сторону ручья, как вдруг из-за трелевочника услышал резкий окрик Юрия. — Стоять, духи! Выходя по одному с поднятыми руками. — Ну, ты че, мабуту? — рассмеялся Толик. — Афган свой вспомнил. — Руки, сказал, руки за голову! И тут же раздался выстрел и, глыба охнув, закатался по земле, оглашая тайгу отборной руганью. Чучундра выскочил из вагончика на крик и тоже заорал во всю глотку, взывая к Юрию. Это спасло Толика, оказавшегося на виду у стрелка. Тот замешкался, и он успел закатиться за березу до второго выстрела. Михаил же, сообразив, что Толик ранен, брякнулся на землю и быстро заполз за вагончик. И очень даже вовремя. Продолжая отдавать команды воображаемым маджахедам, Юрий сразу же перенес внимание на вагончик и следом грохнул второй выстрел. Пуля черкнула по металлическому уголку аккуратно над Михаилом. — О, скотина! — взвыл Чучундра и распластался по земле с неодолимым желанием вкопаться в нее с головой. Больше он не подавал голоса. — Миха, мать твою! — громко ругался глыба. — Все из-за тебя, козла! Тут же раздался выстрел, и рядом с ним шлепнулся отстрелянный кусок бересты. — Маму, родная! Мам! — затрясся он всем телом. — О, как уж это афганец чертов! И, морща с отболи, уже тихо и жалобно проронил. — Миха, Миха! Подай голос! Ты же в укрытии! Он на голос стреляет, у него там пять патронов в магазине осталось. Он тебя не достанет. А вот, очнется! Подай голос! — Да пышал ты! — рявкнул неумный Чучундра и тут же вжался в землю, отпропевший высоко над головой пули. — Окружают! — кричал кому-то разбушевавшийся вояка. — Смотри! Вон слева! И снова выстрел. Зеркало на простенке вагончика в дебезги и торжествующий крик Юрия. — О, души долбаные! Дух-то я из вас из всех повышибаю! И выстрелы! Ещё! Ещё! Но теперь уже в разброс. Куда попало? Стрелок явно терял ориентацию. — Миха! Миха! — в полголоса умолял Толик. — Сейчас восьмой будет. Как только стрелит, кидайся к нему, пока он магазин будет перезаряжать. Один раз его подчану, и он готов. Слышь, Миха, если перезарядить, успеет хана нам обоим. О, давай, давай, пошёл. Ну, что ты ждёшь, жлобина? Беги быстрей! Если бы не твоя дурацкая башка, Юрка бы не... — Заткнись, придурок! — рявкнул Чучундра. — Я тебе не Александр Матросов. Сам беги, если жить надоело. Чтоб я хоть раз ещё связался с такими жлобами, как вы. Тьфу ты! Ну, ладно, ладно, — пробормотал Толик, и ничего хорошего для себя в этом бормотании Чучундра не услышал. — Погоди, заяц, погоди! И в ту же секунду с той стороны раздался протяжный стон, и следом дикий вскрик. И всё стихло. — Юра! Юра! — позвал Толик. — Тишина! Тогда он, морща с отболи, приподнялся, держась за берёзу и пошёл, скрутившись на правый бок, к трелёвочнику. Михаил обогнал его, когда он уже был на середине стана и, ни слова не говоря, заскочил за трелёвочник и остановился, как вкопанный. Глыба увидел, как он развернулся и бросился назад. — Что? Что там, Миха? — попятился Анатолий. — Что с ним? — Сейчас, сейчас я, сейчас, подожди меня. Успокаивающе помахал рукой Чичунтра на ходу и, добежав до Газика, запрыгнул в кабину и в одно мгновение, как говорят, с полуоборота завёл его. Чё задумал, чё задумал? Терялся в догадках Толик, но, когда Газик вздревел мотором, всё понял. — Стой, собака! Кинуть хочешь, крыса подлая! Взвыл он от злости и, забыв о ране, дёрнулся на перехват. И перед глазами сначала всё поплыло радужными кругами, потом закружилось и понеслась земля, меняясь местами с небом, и закружило-завертело его самого, и полетел он куда-то в Тартарары и рухнул на траву посреди поляны, посылая проклятие бывшему коллеге по бизнесу. Вряд ли стоит повторять за ним всё то, чем он его называл. Глава тридцать седьмая Превозмогая боль, глыба поднялся и, шатаясь, пошёл на дальний конец стана. Юра лежал за корягой в неглубокой выемке, которую, видимо, принял за окуп. Он лежал в неестественной позе с перекошенным от боли лицом и методично, словно делая гимнастическое упражнение, приподнимался и бился затылком о стенку окопа. Обеими руками он мёртвой хваткой сжимал карабин. Всё внутри Толика оборвалось. Припадок. С этой бедой-то его и комиссовали из Афгана. Теперь нам, обоим, каюк. Он попробовал вызволить карабин, но сил разжать пальцы стрелка не было. Толик понял, что вообще ничего не может сделать ни для себя, ни для Юрия, всё тело которого свело судорогой. Он встал на колени, поднял голову к небу и заскулил протяжно, жалобно, безнадёжно. Скулёж постепенно перерос в самый настоящий вой. Никогда ещё за всю свою жизнь не чувствовал мужик такой безысходности. Красноречием он явно не обладал, потому в перерывах между завываниями вырвалось единственное и безадресное «За что? За что? И вдруг за что? Господи!» Это произошло само собой, помимо его на то воле, и он смолко торопела «Господи!». Теперь, когда это обращение обрело определённый адрес, сразу же последовал ответ, и звучал тот ответ вопросом «Как за что?». А кто убил этого немощного деда, который вовсе и не дед, а молодой ещё мужик, который только-только выкарабкался было с того света, а вы его отправили в обратный путь, и ты спрашиваешь «За что?». Толик съёжился. В вопросе он как бы слышал свой собственный голос. Да, это его собственный голос обличал его, и явственно обозначилась неотвратимость наказания. Не рой другому яму. Сам в неё упадёшь. «Что же я наделал? Что я наделал?» — в отчаянии шептал он к небу. «А может, он ещё живой? Бог, если ты есть, сделай чудо. Ведь я-то, я... Ты же видел, что я не хотел его убивать. И как заведённая кукла, стал повторять в экстазе «Сделай чудо! Сделай чудо!» «Чё? Припадок?» «Ну-ка, давай посмотрим», — произнёс кто-то у него над ухом. Толик инстинктивно качнулся влево, не удержался на коленях и свалился на бок. И первое, что пришло в голову, — Миха вернулся. Однако в томном отблеске догорающего заката он угадал какого-то незнакомого мужика и отрешённо кивнул головой. «Помоги ему, а то у меня проблемы», — постарался он выговорить как можно внятнее. «Сейчас, сейчас», — пробосил незнакомец. Он присел на корточке, ловко повернул Юрия на бок и, скинув со спины вещмешок, подсунул ему под голову. Затем, опустившись на колени, стал что-то манипулировать с лицом пострадавшего. «А ты молись, молись, друг, и мы сейчас это дело исправим». «Сообща», — так сказать, — не переставал повторять он, и буквально через минуту Юрий издал облегчённый вздох и затих, вытянувшись во всю длину своего роста. «Порядок», — констатировал лекарь и, глядя на Толика, отрекомендовался. «Кузьма, лесник». По льву заслышал и сюда. «Чего вы тут расстрелялись-то?» «Новенькие угоги». Приподнявшись на локте, Толик застонал, и лесник разглядел рваную рубаху и расплывшееся по ней огромное пятно крови. «Э-э-э, брат, да ты никак ранен», — присвистнул он и насторожился, и, высвободив карабин из ослабевших рук Юрия, предусмотрительно положил его около себя. «Ль не поделили чё?» И поскольку раненый молчал, лесник взял карабин в руки. «А где Сашка, бомж?» «Ой, не нравится мне всё это». «Ну-ка, говори, где Сашок?» «Плохо, плохо с ним стало», — слабеющим голосом произнёс глыба. «Выпил с нами. Ну и схудился». «Кто ж знал, что ему нельзя пить?» «Потом сдурел до башкой об дерево». «От тебя кто?» «Тоже сам схудился?» «Не, не, Юрка вон, то есть Витас с копылков скатился. По ошибке колёса водкой запил. Вот и палил почём зря. Случайно меня и зацепил». «Погоди, какие колёса? Ты чё, буровишь?» Привстал лесник. «Ну, таблетка эта такая, что с ног сшибает». «Так, а Сашка, значит, сам схудился или как?» «Правду говори. Я ведь по обличию вижу, что врёшь». Глыба ответил не сразу. Буря эмоций отразилась на его лице. «Нет, не сам». Выдавил он на конец. «Мишка его на тот свет отправил. А теперь и мне кранты». «Как же ты тогда молился?» «Ты же, я слышал, чудо у Бога просил». Помрачение вышло, вот и просил. «А чудо, чудо не бывает. Нету Бога». Толик уронил голову и бессвязно забормотал. «Чучундра, крыса подлая, убёг. На газончике удрал. Теперь за всё с меня спрос. Сдохну. Дай воды. Всё на меня, всё на меня. А я не хотел. Перевяжи. Сейчас я, сейчас». Приподнял его за плечи лесник. «Где Сашка-то?» «Вон там, за берёзой», – прохрепел Толя и смолк. Позади хрустнула сухая ветка, и Кузьма резко обернулся. К ним, прикрывая одной рукой разбитые губы, другой удерживая колун, подходил Саша с глазами горящими двумя красными угольями. Насчёт его намерений сомнений быть не могло. «Э-э-э, Саша, Саша!» – упредил его лесник. «Это я, Егорыч!» Похоже, эти слова привели Александра в чувство. Он остановился, и взгляд его понемногу обрёл осмысленность. Он посмотрел на распластавшегося Юрия, на скорчившегося Анатолия, на колун, потом на лесника, снова на колун. И сипло проговорил. «А-а-а, где третий, Кузьма Егорыч?» «Третий?» «Слышь, друг, где третий?» – стихнул лесник раненого. Но голова того лишь бессильно мотнулась, как у утки с перебитой шеей, и он осторожно уложил его на землю. Вот, потерял сознание. Он всё какую-то крысу упоминал, что, мол, удрал вместе с газончиком. Саша огляделся. Газика не было, а при выезде на вывозку стоял гостевой камаз с тралом. Ясно. Подготовились угнать трактор. Так. Ушёл, подонок, Чучундра. Сделал ноги. Саша со злостью отшвырнул колон. Во-во! Именно так он и сказал. Что же у них произошло? Это я хотел бы у тебя спросить, Саша. Лесник разорвал рубаху глыбы и, осмотрев рану, покачал головой. Ой, плохо дело. Там у вас в вагончике должна быть аптечка. Можешь принести? Попробую. Аптечка нашлась, и лесник со знанием дела начал обрабатывать рану пострадавшего. Саша присел рядом, сжимая голову обеими ладонями. Здорово! Он его грохнул. Бормотал Кузьма. Ну, прямо как на фронте. А кто это его? Сказал, что он тот. Кивнул лесник назад. Сглотил, мол, по ошибке таблетку. Ну, и пальнул в него. Ах, это которую они мне приготовили. Просто сказал Саша. Вон оно как, присвистнул Кузьма. Значит, припадок-то его из-за этой таблетки шарахнул. Ну, что ж, сам себе яму вырыл. Да, выходит, Сашок, ты в рубашке родился. В ней, в ней. Только все она мне тесна. Я ведь такую таблетку, Егорич, уже однажды съел. А ума не набрался. Хотя мне аккурат хватило ее на всю жизнь. Вторую бы я уже не пережил. Господь не дал такому случиться. Господь — это, конечно, хорошо, Саша. Но как же он тогда допустил, чтобы тебя опять так разукрасили, а? Неувязка получается. Насчет неувязки — это у меня, а не у Бога. Когда-нибудь расскажу. Что делать будем с ними, Егорыч? Да, молодой-то сам, как очухается, так и очухается. А этого в больницу бы надо. Он хоть и здоровый и бугай, но рано опасное. Хотя, по-хорошему-то, обоих бы прибить надо. Или просто бросить где-то здесь надо. Машинально согласился Саша. Но мне главное найти бы того, третьего. Сдается мне, он далеко не убежит. Предчувствие такое. Найдешь, значит. Но что мне удивительно, Саша, так это, что он молился. Бугай вот этот. Как молился? Опешил Саша. Вот этот молился. Что-то не то. Да я и сам удивляюсь. Слышу бормочет, что пошли, мол, Бог чудо, если ты есть на белом свете, чтобы он живой остался. То ли себя имел в виду, то ли тебя. Никогда бы не подумал. И Александру вспомнились слова тети Маши. Жить без Бога можно. Помирать без него страшно. Любому человеку страшно. Милая, добрая тетя Маша. Маша, как ты была права. Даже такой вот бандюга-великан вспомнил о нем в трудную свою минуту. Как же вовремя сказал об этом лесник, чтобы не ожесточил Саша сердце свое. И сразу пришло решение вопроса. И удивительное благословенное тепло разлилось по всему телу. И голос внутри ободряющий. Так. Именно так, Саша. Дерзай. Я помогу тебе. Спасибо, Егорыч. Я теперь ожил. Теперь и я все понял. Что? Что ты понял? Что надо везти обоих в усть-кут. А каким образом? Развел руками Кузьма. Кто повезет? Я, кроме телеги, ничем управлять не научен. Придется тебе подождать, пока я к геологам смотаюсь. Тут напрямки-то километров пять, не более. Не надо ходить. Я отвезу. Вы мне только их погрузить подсобите. Да ты что, Саша? Тебе самого везти надо. Я ж просто молчал, чтобы не расстраивать тебя. Ты ведь на себя не похож. Нет, нет, нет. Даже не думай. Через пару часиков геологи тут будут. А твоим крестникам за это время ничего не сделается. Словно услышав его заключение, громко застонал и заметался раненый Толик. А если сделается? Тихо сказал Саша. Егорыч, там их КамАЗ стоит. Пойдем отцепим трейлер. Я подгоню его сюда. Раз они готовились, ключ должен быть в замке. Да и не проблема, если его там нет. Помоги их загрузить. А я довезу. Саша, Егорыч. Если смогу зарулить сюда, значит, смогу и по прямой потом ехать. Давай попробуем. Ну, смотри, Сашок, вообще-то я рад за тебя. Как говорят, пошел бы с тобой в разведку. Ладно. Пошли. Ключ оказался на месте, и Саша без особого труда заехал на стан. Но чтобы затащить в кабину первого мужика и разместить его там, потребовалось намного больше усилий. И от этих усилий у Саши закружилась голова. Он ухватился за борт машины и виновато улыбнулся. — Сейчас я, Егорыч, сейчас, — пробормотал он. Вот чуть передохну только. Давай лучше смотаемся к геологам, раз уж ты и так хочешь, Саша. Все быстрее будет. Второй-то и вовсе не подъемный. Не осилим мы его. Кузьма попробовал приподнять только за плечи. Он че тяжести в нем, а? А? Нет, не осилим. В ту же секунду раненый застынал, открыл глаза и мутным взглядом обвел поляну. Пытаясь приподняться, он различил склонившегося над ним Егорыча. — А, лесник, ты все еще тут. Ну че, плохи мои дела. Да хорошего немного будет, — посмотрел ему прямо в глаза Егорыч. Давай-ка, соберись с силами. Сможешь сам в КамАЗ залезть? В больницу надо ехать. А надо ли? Тускло спросил глыба. А в голосе надежда. Надо, надо. Давай я тебя подцеблю. Не сомневайся, я на фронте потяжейше тебя сбой выносил. А напарника твоего мы уже в кабину определили, — упредил лесник вопрос раненого. С ним рядком и сядешь. Ну, давай, давай, с Божьей помощью. Справились. Примостился Толик рядом с Юрием и, обхватив его левой рукой, сам приник головой к боковому стеклу. С другой стороны открылась дверца кабины, и какой-то мужик уселся за руль. Ехай осторожнее. Напутствовал его лесник. И не беспокойся, если самого положат в больницу. Я тут когда-никогда присматривать буду. Спасибо, Егорыч. Шофер тронул машину с места. С Богом. Только тогда разглядел глыба Александра. Их глаза встретились. Саша, ты? Необычно, обыденно спросил Толик, отвернулся и тихо проронил. Значит, сделалось все-таки чудо. Ты же хотел, чтобы я тебе рассказал о Боге. Вот оно и сделалось. Я просил Бога, чтобы ты был живой. Я знаю. Чучудра утараканил на газике. Я знаю. Если выживу, я тебе его на аркане приведу. Клянусь. Не надо клясться. Покачал головой Саша. Лучше молись, чтобы нам доехать до Усть-Кута. Я не умею молиться. Ты же просил Бога за меня. Да. А теперь проси, чтобы Он нам помог в пути. Это будет наша, твоя и моя молитва. А как не доедем? Доедем, Толик. Господь мне знак дал, чтобы я с тобой ехал. Значит, доедем. Только молись. Поначалу все шло хорошо, но когда совсем стемнело, Саша то и дело останавливал машину, чтобы посидеть некоторое время с закрытыми глазами, потому что их застилало какой-то летающей паутиной. Особенно опасно это было при затяжных спусках и подъемах, которыми так богата эта местность, и тогда он вел машину прямо-таки с шестым чувством. Глыба то заговаривал, подавая признаки жизни, то замолкал надолго, и только его стоны говорили о том, что он еще живой. Юрий же скорее был похож на неподвижное чучело, чем на человека. Как бы там ни было, одобрались они до больницы. Саша еще дошел до приемного покоя. Там, в машине, я привез. Сказал он медсестре. Это были его последние слова. После них он тихо, без паники, сполз по стенке на пол, да так и затих, прислонясь к ней спиною, словно в бездну какую провалился. Глава тридцать восьмая. Ну и ночка же выдалась для персонала больницы. Сначала один пациент наделал переполоху в беспамятстве, свалившись прямо в коридоре. Потом другой, наоборот, в себя пришел. Да так пришел, что лучше бы не надо. Молодой красивый мужик лаялся таким загогулистым, отбожным матом, что даже видавшие виды сибирские медсестры качали головами, и все порывался кого-то окружить, куда-то бежать. А по отрывистым его командам, в том числе и с набором чужих слов, поняли, что перед ними бывший воин из Афгана. В общем, пришлось скрутить бедолагу, сделать укол и только потом ввести ему капельницу. Еще немного поорав, парень затих, а перед утром очнулся и не узнать вояки. Смиренный, вежливый, словно и не было той ночной бучи. И весь день провел тише воды ниже травы. Только поздним вечером, уже совсем оправившись и, видимо, осознавая, что много чего мог накуролесить, с виноватым видом начал допытываться у дежурной сестры, что, мол, где-то он находится и как сюда попал. Ну и сильно встревожился, когда словоохотливая женщина кое-как втолковала ему все это в подробностях. Того, мол, мужика вашего с пулевым ранением сразу же прооперировали, и он сейчас в реанимации, с ним вроде все нормально, а вот тот третий, который привез их обоих, о, тут дело хуже. Довезти-то, мол, довез, да сам тут же и свалился без сознания. Остается, мол, только удивляться, как он с такой черепно-мозговой травмой смог везти машину. Похоже, что этот третий-то ее интересовал больше всего. Дело в том, что при нем нашли конверт с адресом, и это единственное, что пока о них всех известно. И вкратчиво так поинтересовалось, что, мол, не Александр ли он Говоров, если письмо его Говоровым в Беркакит, в Якутию? Да я понятия не имею, о ком речь. Искренне признался Юрий, что, в общем-то, соответствовало действительности. У меня какой-то провал полнейший в памяти. Ничего не помню. Ни с кем был, никто меня привез. Мне бы взглянуть на них обоих. Что там за друзья по несчастью? Может, тогда и вспомню, что. Все это было похоже на правду, и сестра, немного посомневавшись, все-таки разрешила ему зайти в палату. На посту кроме нее никого, да и вреда от этого никакого не будет, но только, мол, чтобы одним глазком. Дверь в реанимационную палату заменяла лишь занавеска, и тусклая лампочка чуть освещала две кровати. На одной из них был тот самый Саша, а на другой Юра увидел Толика. Тот словно ожидал его и в двух словах обрисовал известные моему читателю события. Главное, что уяснил Юра, он чуть не угробил товарища, и еще карабин теперь у лесника. Идиот, простонал Юрий, схватившись за голову, а Чучундра увидел, что я ранен, и бросил нас обоих. Сбежал на газике. Идиот. Выругался и по его адресу Юрий, и заспешил. — Толя, для благородства нет времени, сам понимаешь. Теперь мне надо делать ноги, другого выхода нет. Если Гога не сегодня-завтра вернется и обнаружит меня, то нам туго придется. Ему же сразу станет ясно, кто, что и зачем. А без меня попробуй докажи. Да, надо еще успеть вызволить трал и карабин. Ну, не проблема, если поторопиться. А пока ты для всех потерпевший, и можешь намолоть им все, что угодно, не мне тебя учить. Главное, мы с тобой не знакомы. А этот... Юра кивнул в сторону Саши. Этот парень уже ничего не скажет. Значит, это так. Вы как раз с ним случайно и подобрали меня. В тайге. Без сознания. Понял, да? А я все решу и через пару дней вернусь за тобой. Можешь быть уверен. Ага. Вернешься. Не вздумай садиться за руль, Юрчик. У тебя еще соображалование работает. Вон глаза-то, как у бешеного таракана. Кум на мазе, я на камазе. Жмем. Глянув на спидометр, до столба оставался метр. Бэм. Вот так и у тебя. Ходка будет до первого столба. Подожди, хоть до вечера. Брось, Толик, брось. Главное, опередить Гогу. Ну, чего мотаешь головой? Не веришь, что вернусь, что ли? Верю, верю. Еле слышно прошептал Толик. Только ворочаться не надо, Юра. Я без этого парня. Он глазами указал на соседнюю кровать. Никуда не поеду. Он мне жизнь спас. И тебе, между прочим. Потом, потом его отблагодарим, Толя. Потом. Камаз, говоришь, здесь, здесь, прямо у больницы под окнами. Ключ сам знаешь где. Сашка в замке его оставил. Я и припрятал. Не ворочайся за мной, Юра. Я в другую жизнь решил заглянуть. Вот с этим парнем. К Богу. Я загадал. Если доедем, значит, Бог ему помогает. Он доехал. А больше мне доказательств не надо. Ну, это блажь, что ли, блажь. Она пройдет вместе с болью. У меня в Афгане было такое. А рана зажила, а прошла и блажь. Бога не было и нет, а жить как-то надо. Я вернусь. И мы еще поработаем на свое собственное благо. Ты же знаешь, что я друзей не бросаю. В это время послышались шаги медсестры, и он приставил палец к губам. Все, Толя, да побаченья. Придержи ее тут подольше. И вынырнул из палаты бармача. Глянув я на спидометр, до столба оставался метр. Ну что, нетерпеливо спросила сестра. Признал кого из них? Нет. Покачал головой Юрий. Этот говорит, что они меня в тайге подобрали. А что у них самих там произошло, это не мое дело. Пациент в палате громко застонал, и сестра поспешила к нему. Юра прошел в гардеробную, спокойно забрал одежду из шкафа и вышел. Через минуту Толик услышал знакомый рокот мотора и перестал стонать. Глава тридцать девятая В тот день инженер предприятия «Алдан Золото» Екатерина Маслова была уже свободным от работы человеком. Двухнедельная командировка в Усть-Кут закончилась, и билет на поезд настраивал на приятное размышление. Вообще-то уехать она могла еще вчера, но задержалась по просьбе своей младшей сестры Анны, которая выпала дежурству в больнице на выходные дни. А ей непременно хотелось проводить Катерину прямо до поезда. Ну как же, столько лет не виделись и не проводить. Хотя как раз эти-то два дня и тянулись медленнее всего. Знакомых в городишке, кроме Анны, не было, а заняться здесь буквально нечем, и большую часть времени она провела в доме у Анны за чтением Библии, поскольку из гостиницы уже выписалась. В этот же прощальный день телефонный звонок разбудил ее довольно рано. Звонила Аня, и голос у нее был взволнованный. — Катюш, не могла бы ты прийти ко мне? — Да-да, прямо сейчас, сейчас. — Ну, тут один пациент поступил. Понимаешь, ну, вообще-то их трое прошлой ночью поступили, и один даже успел удрать. А вот с этим не задача. Он в коме. Но мы у него нашли конверт с подписанным адресом. И знаешь, куда письмо? — В Беркакит. — Говоровым. — Кому? Сердце Кати бешено заколотилось. — Как ты сказала? — Говоровым. Вот я и подумала. В трубке раздались короткие гудки. — Катя! — Катя! Но Катя уже мчалась со всех ног в больницу по центральной улице Усть-Кута. Единственный, протянувшийся через весь город и зажатый между горами и красавицей Леной. Благо, это не так уж и далеко от дома. — Ну, Катюш, ты метеор прямо, — встретила ее Аня. — Успокойся. Успокойся, приведи себя в порядок, пока я поговорю с Евгением, чтобы пустил тебя в реанимационку. Вскоре она вернулась с врачом. Евгений провел ее в палату и указал на лежащего под простыней худого, небритого мужчину. Вот этот. Дело в том, что он сам приехал в клинику на КамАЗе, да еще и двух друзей с собой привез. Сейчас один из них уже пришел в себя. Да так пришел, что даже сбежал. Другой? Евгений кивнул на соседнюю кровать. Тоже пока ничего путного сказать не может. После операции он. Ну, а письмо... Письмо у этого вот обнаружили. Аня, как заступила и увидела адрес, не могла утра дождаться, чтобы вам позвонить. Но я вижу, он вам не знаком. Катя с сомнением качала головой. Сердце, до этого готовое выскочить из груди, забилось ровнее. Нет, 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 не он. Больно уж старым и изможденным казался человек, который мог оказаться ее Александром. Слишком старым. Слишком старым для его неполных сорока. В палый, из-за отсутствия передних зубов, рот. Шрамы на лбу и на всю правую щеку, жидкие, с обилием седины, слипшиеся волосы. Нет, не он. И уже просто из сострадания к незнакомому человеку провела по его щеке рукой и откинула со лба волосы, отчего его лицо чуть-чуть повернулось на бок. И застыла мумией. Саша! В профиль в этом не было никаких сомнений. Она жадно вглядывалась в него, и постепенно в его лице вырисовывались все те родные черты, которые она помнила. Сомнения ее таяли. Вот они эти, неврастающие в кожу мочки ушей, над которыми подтрунивали все его друзья, да и он сам не раз прохаживался на этот счет. Да, уши, ослины, весело смеялся он, зато и слышу за версту. Похоже, только их и не тронуло время. Катя стояла изваянием перед кроватью и нежно касалась пальцами этой мочки. Потом машинально взяла ее в щепоть и скрутила, чуть сдавливая пальцами. Точно так, как это было много, много лет назад. В дни их благословенной любви. И уже никогда более, после того, как неожиданно эта любовь оборвалась. И вдруг пациент открыл глаза, неосмысленно повел ими, задержался на Кате и чуть потянулся рукой в ее сторону. Чуть Маша, вы опять меня нашли. Виновата, но в очевидной радости произнес он слабым голосом и снова отключился от суеты мира. Евгений быстро схватил его руку, нащупывая пульс. «Это уже кое-что. Это уже что-то», — радостно повторял он. Катя опустилась на колени перед кроватью и закрыла лицо руками. Она ничего не говорила, но ее худенькие плечи подрагивали от сдерживаемых рыданий. Слишком долго ждала на этой встрече, рисовала ее себе в различных вариантах, но никогда при таких вот обстоятельствах. «Шурик, Шурик, что же ты с собой сделал?» — шептала она горестно. Евгений оставил больного и тихо вышел. И тут же в палату вошла Анна. Вид сагбенной сестренки вызвал в ней прилив жалости. «Что, Катюш, он?» — положила она ей руку на голову. Катя молча кивнула. Подняла на нее глаза, полные слез. «Он выживет». «Все может случиться», — уклончиво сказала Аня. «Хотя, если судить по радостному настроению Евгения, дела у пациента оказались не так и плохи». «Ох уж этот пациент!» Катя много раз писала ей об Александре, и она, конечно же, представляла его себе совсем другим, эдаким, да, каким же, ну, во всяком случае, достойным ее сестры. Теперь же она увидела обыкновенного замухрышного бродягу, и в ней против воли росла досада. Досада больше на Катю, чем на него. Загубить столько лет! Да было бы из-за кого! «Ой, правду говорят, любовь зла полюбишь, и козла!» Она тяжко вздохнула. «В общем, пока ничего определенного. Ты, как я понимаю, не полетишь? Я останусь с ним!» Я так и знала. Еще горше вздохнула Аня. «Но сейчас тебе придется уйти. Евгений пошел за главным. Пойдем, моя дорогая, пойдем. Анечка, ты мне поможешь?» «Конечно!» Снова глубокий вздох, к сожалению. «Думаю, никаких проблем не будет. Главврач согласится. Ты догадалась о моей просьбе. Да что ж тут гадать, если у тебя на лице все написано? Возьмут тебя, Катя, в сиделки. Возьмут. Спасибо, Аннушка. Ты у меня добрая, умная. Умная — это правда. А вот насчет добра... Насчет добра я бы повременила. Посмотрим, чем отплатит тебе твой герой. Если за все твои слезы ожидания этот супчик, кроме того, что он бродяга, окажется еще и женатым подлецом, тогда... В общем, такое добро мне ни к чему. Да ну, какой он женатый. Уверенно возразила Катя. Если бы он женился, он сообщил бы об этом родителям. Нет, Аня. Просто он самый несчастный человек, который платит по счетам за свою гордость. Теперь все будет иначе. Я не дам ему умереть. Я его вымолила у Бога и буду дальше просить о нем. Он ведь даже не знает, что у него есть Сашка. А ему, между прочим, уже двенадцать. И все еще ждет папу. Ну и глупая же ты, Катя. Даром, что старше меня, а глупая. Ничему так и не научилась в жизни. Еще научилась. Сквозь слезы улыбается Катя. В первый раз за утро. Обе они не заметили, как жадно ловил каждое их слово. Пациент на соседней койке. И, судя по увлажнившимся глазам, что-то понимал. Глава сороковая. Чучундра, подстегиваемый животным страхом, гнал газик, не всегда успевая увиливать от колдобин на дороге. И когда попадал в таковую, то прыгал на сиденье до самой крыши кабины. Вояки! Развоевались! В бессильной злобе скрижетал он зубами. Сами все завалили, а Чучундра им виноват. Нет, чтобы сразу бомжа по тыкве, без всяких таблеток. Вот придурки! Геологи на эту пальбу нагрянут, как пить дать. А мне под статью сейчас никак нельзя. За разбой червонец, да еще трояк условный привесят. Вот и выйдешь к старости. Нет, 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 лучше по карманам промышлять. На кой ляд мне эта конетель с угонами? Мне руки не на то дадены. Он постепенно успокаивался и уже тщательнее стал выбирать дорогу. Мабуту выкрутится, очухается и выкрутится, даже если его геологи или еще кто там застукает. Ну, как же офицер, герой Афгана. Он и глыбу отмажет. А мне, если бы остаться одна дорога в тюрьму. Вот и пусть сами выбираются, а я сам по себе. Газончик, ништяк, за штуку уйдет. А там, там видно будет. Вдали, прямо по курсу, по холмам, разметалась громада соснового бора. И солнце, уходя за горизонт, просеивало свои лучи сквозь верхушки деревьев. Они то и дело вспыхивали навстречу мимолетными бликами. И дорога, блестящей лентой, спрямляясь далеко на видимое расстояние, помогала им слепить шоферу глаза. Здесь же, справа и слева от дороги, раскинулась пустошь. Только справа на ней один мелкий кустарник, а налево на ней же перелески, где посреди кустарника и совсем молодой поросли то тут, то там редкими ориентирами выселись оголенные стволы чахлых деревьев. В какое-то мгновение ему показалось, что спустило заднее колесо, и он, приоткрыв дверцу и придерживая ее левой рукой, на секунду высунулся посмотреть. С колесом все было в порядке, но в этот момент что-то живое, неприятно, скользкое и холодное коснулось его шеи. Он непроизвольно крутнул руль влево, и газик выскочил на пустошь. Еще не выпрямившись, он бросил дверцу и схватился рукой за шею. Ощутив что-то гладкое, скользкое и мягкое, взбросил глаза и заорал диким голосом. Со спинки сиденья к нему сползла змея и норовила нырнуть за ворот рубахи. Не помня себя от страха, Чучундра инстинктивно отшвырнул ее и пулей вылетел из кабины. Газик уже вовсю мчал по пустоши, а он так со всего размаха и впечатался в осину, стоявшую в гордом одиночестве. Сама же машина проскочила мимо и, подминая под себя кустарник, ловко словировала между попавшими с опоодой деревьями и остановилась метрах в ста от катапультировавшегося водителя. Места здесь хоть и глухие, но ягодные, так что, если бы кто и увидел машину посреди пустоши, вряд ли забил бы тревогу. Что особенного? То ли пьяный, то ли ленивый любитель ягод заехал на ягодное место, ну и собирает где-то поблизости лесные лакомства. Стоит машина аккуратно, дверцы закрыты, все чин-чинарем. И шибко удивлялись мужики, случайно обнаружившие чучундру лишь через двое суток. Да и как тут не удивиться, если в радиусе тридцати-сорока метров растет лишь кустарник да мелкая порсель, а бедолага умудрился вписаться в одно единственное дерево. Вписался сам, а машину не затронул. Это ведь, если даже и специально захочешь, не сделаешь. Что подвигло мужика свернуть с дороги на большой скорости? Газончик-то вон еще сколько проскочил. Разгадка пришла, когда открыли машину и на водительском сидении обнаружили безмятежно почевавшую змею, в которой признали безвредного ужа. Воистину, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его теме. Несчастный еще подавал признаки жизни, но изуродован был, если не на все сто, то на девяносто процентов уж точно. Со всеми предосторожностями свезли его в больницу Усть-Кута. И вот поздним вечером, когда Катерина находилась в реанимационной палате уже в качестве санитарки, туда после длительной операции привезли еще одного пациента в тяжелейшем состоянии. Множественные переломы после аварии. На нем, как говорят, живого места не было. Толик услышал это из разговора двух сестер, и в душе его все оборвалось, Юрка. Ведь говорил же, ах ты, мать честная. И когда вновь прибывшего мужика переложили с каталки на койку, он приподнялся на локте, чтобы рассмотреть его, и тут же увидел наколки на тыльной стороне ладоней обеих рук, покоившихся на простыне усатые кошечки и корявые в разбег буквы «Не забуду, мать родную, и не забуду слово родного отца». Ну и обязательное сердце, пронзенное стрелой. Чучундра. Глыба со стоном откинулся на подушку. В забинтованном с ног до головы, вновь прибывшем, он узнал своего подельника Мишку. Значит, и этот хлюст не избежал наказания. Анатолий почувствовал почти мистический ужас. Боже мой! Невольно вырвалось у него. О, Боже мой! Катя озабоченно взглянула в его сторону. Боли? Где? Ничего. Ничего пройдет. Да, прошло уже. Голова закружилась. Что, твой знакомый? Толик неопределенно пожал плечами. Хотел, чтобы было не так. Пробормотал он чуть слышно. Ты верующий? С затаенной надеждой спросила она. На лице пациента буря эмоций. Словно он стоял перед выбором. Катя терпеливо ждала и не сводила с него глаз. Кажется, да. Неуверенно сказал он наконец. А потом уже твердо. Да, да, верующий. И хотел бы поговорить с тобой. Тебе это не трудно? Разговаривать не трудно? Я уже в полном порядке, Катя. Тебя ведь так зовут. Да. Она подала ему руку. И Анатолий с благодарностью пожал ее. Я тем утром все слышал, сказал он. Говорун из меня никудышный. Но тебе признаюсь как на духу. Ты из тех женщин, которые ждут своих мужей. А таких сейчас очень трудно найти. Неправда. Нужно просто хорошенько оглянуться. Может быть. Может быть. Но я тебе хочу сказать, что этот твой Саша настоящий мужик. Я не знаю, что там у вас произошло. Но он стоит того, чтобы его ждали. Пациент приподнялся на локте и понизил голос. Катя. То, что он нас сюда привез. Понимаешь, получается, это в благодарность за то, что мы его чуть не убили. Мы все трое. И я. И тот, что уже сбежал. И вот этот изувеченный. Этот больше всех постарался. В общем, мы напали на него. Напали. Вот так. Я не боюсь тебе об этом говорить, потому что слышал от тебя то же, что и от этого твоего парня. Он мне тоже о любви Христа рассказывал, когда меня полуживого вез. Хотя сам был не живее. Я молился вместе с ним. Впервые в жизни молился. Он встретился с ней взглядом и в ее глазах увидел слезы. «Человек не вправе судить другого», возволнованно сказала она. «Ну вот и ладно. Вот и ладно. Ну а Бог нас всех троих уже осудил и наказал. Бог не наказывает. Он лишь указывает на наши грехи, чтобы мы их признали и покаялись перед ним. И если это искренне, он все простит». «Нет, Катя, от этого не уйдешь. Вот он я. Вон он, мой подельник. Еще вчера мы были здоровыми людьми, а сегодня оба инвалиды. Разве в этом виноват Бог? Наверное, нет. Я должен разобраться. Видишь, если бы твой Саша грохнул нас в тайге, а у него была такая возможность, или просто бросил бы нас там подыхать, все было бы правильно и понятно. Вот этот же наш кореш так и сделал, когда увидел, что нам с Юркой каюк приходит. Просто взял и смылся. Друг смылся, а тот, кого мы чуть не отправили на тот свет, спас. Вот это вот. У меня в башке сплошно этот шурум-бурум, как говорят озербуты. Он мне кое-что успел сказать о Христе. Я хочу знать больше. Вот прошу. Кать, ты плачешь? Прости. Прости, я что-то не то говорю. То, Анатолий, самое, что ни на есть, то. Ты даже не представляешь, какую весть ты мне сейчас принес. Для такой радости стоило ждать его. И зато слава нашему Иисусу. Ты продолжай, продолжай. Что ты хотел спросить? Я не знаю, что будет со мной дальше. Не знаю, что будет с твоим Сашей. Он сказал, что не держит на нас зла. И тут я спокоен. Только ведь есть другие люди, которые вряд ли спустят нам за то, что мы хотели сделать. Как только они прознают про эту историю, мне мало не покажется. Так что придется исчезнуть раньше, прежде чем они застанут меня здесь. Но что бы ни случилось, где я буду его искать? Я обязательно хочу еще раз встретиться с Александром. Теперь это будет означать с нами, улыбнулась Катя и быстро набросала адрес на листке блокнота. Вот где ты найдешь нас. Потому что я его больше ни на шаг от тебя не отпущу. Толик пробежал глазами написанное. О, Якутия! Вы что, оба из тех краев? Там живут его родители со своим внуком, с моим, то есть нашим, конечно же, нашим сыном, про которого Саша даже еще не знает, как я слышал. Нет. Катя поправила подушку Александру. Мы оба еще не знали, что у нас будет ребенок, когда ему пришлось бросить институт и уехать из щиты. Знаю он об этом. Может быть, все было бы по-другому. А твои все где? А, Анатолий, уж больно ты на южанина похож. А я есть с юга. Хохол из Симферополя. А что тут в тайге потерял? За длинным рублем погнался. Срок я тут мотал. Ну, а потом не вернулся. Зачем характеристики детям портить? Да и кому нужен уголовник? А деньги я им сразу же, как появляются, перевожу. Не должны бы вроде на меня в обиде быть. А жена что? А что жена? Не знаю, что жена. Может, давно замуж вышла. Ничего не знаю, помрачнел Анатолий. Да как же так? Растерялась Катя. Не знаешь, и даже не попытался узнать. А если ждет, не дождется, тогда как? Я, Катя, только сейчас над этим и задумался, когда услышал, что ты своего уже двенадцать лет ждешь. Не услышал бы своими ушами, в век не поверил бы, что такое может быть. Я о бабах другого мнения держался. «Ох, разбередила ты мне душу, разбередила! А ты напиши ей, прямо отсюда напиши». «Что? Не можешь?» «Не выходит у меня», с тоскою в глазах сказал он. Детям пытался написать, и то не вышло. «Ну, не писака я. Двух слов связать не могу». «Да и о чем? Пять лет в зоне, день ото дня не отличишь. Потом вот уже третий год, то тут, то там, как непрекаянный. Все, куш посолиднее сорвать пытался. Вот тогда думал и объявлюсь таким фон-бароном с мешком денег. Теперь все. Теперь я пас. А хочешь, я напишу ей? Хочешь? Сможешь. А? Теперь он уже не спускал с нее глаз вожившей надежде все вот так и описать. И что о Христе узнал? Ну, сможешь? Смогу. Только адрес скажи, куда ей ответ давать. Братск до востребования. Другого адреса пока не приобрел. Анатолий резко выпрямился и сморщился от пронзившей боли в плече. Катя бережно уложила его обратно на подушку. Ну, вот видишь, а ты бежать собрался. Лежал бы здесь, пока рано не заживет. Сам молись, и я буду молиться, чтобы отвел Господь от тебя беду. А вместе и за Сашу помолимся. А? Ну, будешь? Не дожидаясь ответа, она встала на колени у койки и услышала его отрывистый шепот. Буду, Катя, буду. Я теперь верю в его чудеса. Раз он не дал мне сгинуть там в тайге. Значит, поможет и здесь. А больше всего хочу просить его за Александра. Ты, Малис, а я за тобой повторять буду. Заслышав монотонный говор, остановился у палаты хирург Евгений. Он отодвинул занавеску, отделявшую палату от коридора, и застыл в проеме, пораженный увиденным зрелищем. Двое незнакомых друг другу людей в полном смирении просили Бога о заступничестве. Не нарушая их единения с Богом. Незамеченный ими врач в недоумении удалился. Глубоко убежденный, что верить в Бога есть удел недалеких и малограмотных людей, он был сбит с толку увиденным и услышанным. Ведь эта женщина, родная сестра Аннушки, была ведущим специалистом огромного предприятия, и он знал это. Во время ее пребывания здесь им довелось часто встречаться и беседовать на различные темы, и он испытывал к ней большое уважение. Ну, ладно, тот первый пациент оказался вроде бы как ее без вести пропавшим мужем. Ну, тут куда ни шло еще что-то можно понять. Ну, стресс, эмоции и прочее, тут и взмолиться не грех. Но молиться за этого мордоворота, ну, просто явно бандита, да еще и вместе с ним, да еще и совсем не зная его, тут уж извините, это уже ни в какие ворота. И, вернувшись в свой кабинет, задумался Евгений о противоречивости бытия. Вот ведь как оно бывает, а не дали ли они маху, разрешив ей быть сиделкой в палате? Не посоветоваться ли с главным, пока никто об этом не узнал? Однако, вспомнив одухотворенное, так не вязавше с образом бандита лицо пациента, его закрытые в умиротворении глаза и крупные слезы, сбегающие по небритым щекам, решительно отверг все сомнения. Поживем, увидим. Пока что ее присутствие в больнице ничего, кроме пользы, не принесло, ведь это при ее непосредственном участии появилась надежда на выздоровление ее мужа или кем он там ей приходится. Может, от нее какой-то живительный импульс исходит, ну, как знать. А если это так, то и порадуются оба, и очень даже скоро порадуются. На завтра Анатолия перевели в общую палату, а уже ночью он исчез. Тихо, незаметно, ни с кем не попрощавшись, даже с Катериной. Анатолия